Здравствуйте, дорогие друзья! Очень много недопонимания собирается. У меня был неоднозначный выпуск про лечение диабета стероидами. Ну, значит, соответственно, наверное, стоит пояснить, почему... Пояснить еще раз, почему не следует этого все-таки делать всем подряд. И очень много мужчин стало обращаться, которые, насмотревшись, ну, других популярных деятелей, даже не врачей, пытаются меня научить и, типа, как их лечить. То есть, забавная ситуация происходит. Мне звонят пациенты и говорят, знаете, я хочу, чтобы вы мне назначили тестостерон такой-то дозировки в такой-то количестве. Ну, потому что я YouTube посмотрел, я вот так все решил, но мне нужен врач, чтобы он мне все назначил. Это забавно. Вот. Ну, знаешь, я ничего никому не назначаю, но я понимаю, что, как бы, ну, скорее всего, люди просто имеют заблуждение, и надо вовремя. То есть, когда вы сдаете анализы, и вы видите, мы говорим о том, что у вас преддиабет, или диабет, или метаболический синдром, то есть, выраженное нарушение липидного профиля, гиперхолестериномия у вас, да. Мы говорим о том, что если мы сейчас начнем с вами курс, естественно, никакого смысла снимать вас с курса через месяц нет. Курс тестостерона, ну, минимум, это, там, из разряда 3 месяца, и то я не вижу в этом никакого смысла. По-хорошему, он должен идти, там, в среднем 4-5 месяцев, и то это минимум. Я совершенно спокойно, много людей веду до полугода на гормонозаместительной терапии. Мы получаем замечательные результаты по визуалу, по, соответственно, всей крови, потому что, когда организм перестроился на стероидах, там, ну, тоже все уже понятно. Соответственно, имея, соответственно, смотря какие у человека, да, генетическое, смотря какая детерминированность, ты уже это понимаешь за полгода, достаточно клинических данных, и вы можете, вот, говорить о том, что, да, мы, допустим, на протяжении всего этого времени, допустим, назначаем тебе антикоагулянты, потому что, да, с кулаграммой у тебя проблема, конечно. Вот, значит, и другая ситуация, ситуация с холестерином, ситуация с непролеченным, к примеру, диабетом, инсулинорезистентностью. Если вы войдете на курс с инсулинорезистентностью, с непролеченным холестерином, на курсе велика вероятность, что у вас повысится, во-первых, аппетит, вам будет тяжелее себя контролировать, потому что, ну, как бы, понятно, мы не говорим о людях, которые имеют соревновательный опыт за плечами, которые, там, хотя бы в любительском бодибилдинге выступали, ну, там, лет 10, и человек постоянно сушится, набирает массу, сушится, для него уже нет психологического труда, там, себя заставить что-то не есть или даже поголодать, да, какое-то время, там, короткие какие-то даже часы голодания себе устраивать, ну, там, вспомните, это интерваль голодания, но это не для всех совершенно так, пример. Суть какая? Суть в том, что вы, подготовившись к курсу, должны сделать две вещи. Это максимально, соответственно, насколько соответствует ваш анамнез, устранить все хронические заболевания, устранить эту инсулино-резистентность, она будет мешать вашему массонабору, мешать работе фармакологии. Это не нужно. Также мы имеем высокие, там, сердечно-сосудистые риски, да, там, возможно, придется применять антикоагулянты, возможно, еще что-то. То есть мы будем, как снежный ком, быстрее накапливать проблемы от введения экзогенного тесостерона. Поэтому есть этап подготовки. Никто никому срочно не колет тестостерон. Тестостерон – это вообще не препарат срочного введения, это не дежурный препарат скорой помощи, который вы вкололи, у вас пузо сдулось. Пузо у вас в 90% случаев от диабета. Да. Вот. Другие все моменты – это, соответственно, ну, как бы уже, ну, следствие даже бывает диабета. Если мы говорим о том, что у человека низкий ЛГФСГ, низкий тестостерон, но в первую очередь у него высокий инсулин, высокая глюкоза, то, ребята, это метаболический синдром. Ну, и понятно, что мы будем пока какими-то, там, медикаментозными мерами, там, условно, тем же кламифеном, ну, к примеру, или, там, чем-нибудь еще повышать, там, бурселином, повышать ЛГФСГ. Условно, опять же, назвал препараты, может быть, совсем не ими. От анамнеза зависит. Анамнез для всего есть анамнез. Так вот, дорогие друзья, к чему я сначала решается проблема с диабетом? Диабет – это причина кучи болячек, если вы откроете. И есть эти медицинские регламенты. Вот эти вот все там кучи книжек сзади меня, они написаны не просто так. Никому не жалко вам назначить тестостерон, да, там, или там подсказать, в какой дозировке вам ее ставить. Но задача врача, если вы к нему обратились, в первую очередь, сберечь вам здоровье. Поэтому, если вам говорят, подождите три месяца и пролечитесь, подготовьте ваш организм к приему стероидов, значит, надо подождать эти три месяца, четыре месяца, неважно, сколько скажет врач, и подготовить организм к приему стероидов. Если вы не готовы, не обращайтесь к врачу, уколитесь дома там, хоть наркотиками, хоть стероидами там, и помирайте счастливо себе, как бы, ну, что делать, если с головой, да, не совсем дружат некоторые товарищи. Поэтому, ну, как бы, это самоубийство. Если я иногда вижу у людей, там, инсулин 15, или, там, инсулин 20, значит, глюкоза 6, человек говорит о том, что он хочет, там, набирать мышечную массу, да, при этом, там, планирует тот же ритаболил использовать в достаточно больших количествах, ну, высококалорийную диету, соответственно. Я вижу, что у человека уже, ну, там, какая-то стадия ожирения есть. Ну, и зачем? Зачем добавлять себе проблем, если можно избавиться от них поэтапно, и потом уже на каком-то этапе использовать, соответственно, тестостерон. Тем более, желательно посмотреть, как работает, да, ваш гипофиз. То есть, в каком плане дать ему поработать, восстановить его функцию. Если потом, через 3 месяца вы ее подавите, у вас все равно вы, грубо говоря, уже свой организм завели, да, то есть, у вас там ЛГЭ, ПСГЭ заставило работать яички. У вас все это отработало в норме, как нужно. И после этого, когда у вас будет ПКТ, на мой взгляд, ПКТ будет происходить лучше, чем нежели вы в метаболическом синдроме, с низким лютонизирующим фолликулостимулирующим гормоном. Мы еще не выяснили, не подтвердили, что они у вас низкие, даже с возрастом. То есть, у многих, даже в 50 лет, чуть-чуть человек там закинул в себя, там, не просто кламифена. У меня был забавный случай, я человеку просто назначил, соответственно. То есть, мы там пока обследовались, прочее. Он говорит, чтобы мне попить, чтобы мне попить. А там, ну, как бы у него онкология в анамнезе была. И, соответственно, я что-то говорю, ну, давайте, вот подождите, сейчас кровью все дождемся. Там к онкологу сходите. Вот. И там уже, если все, как бы, добро, у вас сейчас никакого зла нет, то, соответственно, да, начнем вам уже лечить. Я ему назначаю, вот он просил, ну, назначил я ему гамма-аминомасляную кислоту. И у него даже от гамма-аминомасляной кислоты, у мужчины там вообще вырос ЛГФСГ, там, условно, там 6-7 что-то были они. Вот. Как у, в принципе, среднестатистического молодого человека. Понимаете, а вот двушек, где-то там 2-1,5 были, и вот 6-7, 6-7-8, где-то так вот они там выросли. И смысл в чем? Смысл в том, что иногда нужно просто человеку чуть-чуть чем-то помочь, дать время. Вот. И организм сам берет свое, срабатывает и очень неплохо восстанавливается. Если вы не даете это сделать организму, используете тяжелые препараты, дальше будет сложнее. Если вы считаете, что вы сядете на вечный курс, поверьте, мое глубокое убеждение, все равно этот курс будет не вечным. Потому что есть целый ряд заболеваний, которые тем более меняются, там, те же ковиды, еще что-то появляется. И что мы видим? Иногда такая реология крови, что эти дозировки тестостерона, если придется не прекратить, но там занизить очень сильно. Или, опять же, та ситуация, когда некуда колоть. Вспоминайте, я снимал про это выпуск, шишки и прочее. То есть, не рассасывается. То есть, в любом случае, спустя какие-то, может быть, год-два, но организму нужно будет отдохнуть от этих инъекций. И никуда вы от этого не денетесь. Потому что это все равно искусственный, несколько неестественный способ существования нашего организма. И никто не говорит совсем отказаться от экзогена, от тестостерона. Иногда он нужен, и мы уже снимали, проговаривали, что он нужен. Речь о том, что нужно организм подготовить. Второй момент. Нужно подготовить организм от дефицитов. Не входить на курс тестостерона. Железо дефицитное, аминей. Ни в коем случае не входить на курс тестостерона с низким D3. Там, зачем нужен D3, нужно рассказывать с часами. Можно снять отдельный выпуск. Пишите, если интересно, я вам расскажу. Но самое главное, что я сейчас вам подчеркну. Веса у вас по-любому вырастут. А если D3 низкий, то кости ваши посыпятся. И, соответственно, это, как вы можете знать, наиболее частый случай, причина, почему спортсмены получают травмы. Даже профессиональные, даже те, кто, как бы, казалось бы, все знают и умеют. Просто не упустил из виду один какой-то параметр, а их немало. И все, как бы, травмировался. Поэтому D3 надо обязательно сдавать. Надо обязательно за D3 следить. И, ну, как бы, если у вас дефицит, сначала восстановить D3, потом идти на курс анаболических стероидов. Вот. То же самое касается ферритин, железа сыворочного, кальциоинизированного. То же самое касается не просто липидограммы, омега-индекс иногда нужно сдать, посмотреть. Ну, куча разных, соответственно, моментов. И тех же моментов с микробиотой тонкого кишечника у кого-то, она настолько раздолбанная, что, да, нужно будет все отложить, пролечить ваш кишечник и потом садиться на курс тестостерона. Так что вот такие, друзья, дела. В заключении хочется сказать, все есть лекарства, все есть яд, все дело только в дозе, да. И еще добавлю от себя, что вот как дело только в дозе, бывает еще и дело и в своей временности введения лекарственного препарата. То есть иногда мы говорим о том, что есть вот определенный этап А, этап Б, этап С условно и так далее. А не так, что вы посмотрели видео, вам показали чудо-волшебный флакон, вы ему кололись и все замечательно. Или как мне там присылают иногда, а прикольную я фарму купил? Ну, прикольную, чувак, ты фарму купил, молодец. А ты анализы какие-то сдавал? Нет, ничего не сдавал. Вот. Ну, вы мне главное скажите, хорошую я фарму купил или плохую? Да чувак, ты, может быть, классную вообще фарму купил, может быть, она 100% рабочая, идеальная, хотя, ну, я не знаю, конечно, опять же, у меня же, то есть я же не волшебник. Ну, даже предположите, если она классная, а ты ни один анализ не сдал, ты знаешь, как она на тебя подействует. Вот. Поэтому, ну, о чем здесь можно рассуждать? То есть о каком научном подходе? Как можно предсказать влияние курса? Каждый курс, вот понимаете, одними и теми же препаратами вы можете сначала классно начать курс набрать, потом истощить организм, уйти в минус по микроэлементам, еще по каким-то показателям, по любым, да? У кого-то щитовидная железа, селена истощается. Мне очень часто такие качки приходят, селена 10. Вот, понимаете, и все это ведет к нарушениям в организме. Вот, поэтому, ну, как бы, при чем здесь вот эта фарма и типа там самый лучший курс на массу? Забудьте, не существует такого. Ну, это уже пиар, я не знаю, там, из 90-х, когда вот люди были, сиди, я сам открою, ну, тупые, да, нельзя. Потому что, как бы, приезжали из деревень те, кто метана нажрался, им повезло, они не сдохли, там, накачались и пошли людей, там, бить, да, на этим рынке. И они же потом рассказывали, там, уже, когда сменили работу, да, бандитов на трениров каких-то, они же рассказывали, как есть этот метан. Вот, то есть, ну, неужели вы думаете, что, как бы, вот это наследие 90-х, оно правильное, да, с точки зрения методологического подхода? Вот, ну, нету, не существует лучшего курса на массу, не существует лучших сочетаний препаратов, не существует чего-то такого. Существует индивидуальный организм каждого пациента и только индивидуальный подход. И обязательно подготовительный этап. С вами был доктор Кравцов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok